Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Кто и как может получить субсидию на оплату коммунальных услуг? На вопрос отвечают сотрудники социальной защиты населения. Огонь – опасная игра. Теперь это знают воспитанники детского сада «Ручеек», где в игровой форме прошло мероприятие по противопожарной безопасности. Два дня смеха и веселья. В Анапе проходят фестивальные игры Центральной Краснодарской Лиги КВН. В Анапе продолжается избирательная кампания, в рамках которой претенденты на пост главы муниципального образования город-курорт Анапа проводят встречи с жителями города, представляют им свои программы по развитию курорта и отвечают на вопросы. Так, один из кандидатов Сергей Сергеев встретился со студентами и преподавателями Анапского филиала Российского государственного социального университета. В ходе встречи студенты задавали кандидату вопросы, касающиеся благоустройства города, охраны окружающей среды и развития курорта в целом. В свой разговор со студентами и преподавательским составом Анапского филиала Российского государственного социального университета кандидат на должность мэра Анапы начал с вопросов экономики и бюджета. Ведь именно от них зависит, как будут выполняться все социальные обязательства власти. Городской бюджет должен быть сильным. Будет и ряд непопулярных решений. Я не хочу, может быть и приведу примеры, но непопулярные решения, они все будут направлены на выполнение доходной части бюджета. То, чтобы была возможность потом из доходной части нести расходные обязательства по выполнению социальных обязательств перед населением, которое живет. Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Сергей Сергеев считает, что главное внимание должно быть направлено на детей, подростков, молодежь. То есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно. А значит, занятия физкультурой и спортом должны стать нужными и интересными каждому. Опыт в развитии спортоотрасли у Сергеева есть. В прошлой территории, только за последние три года, нам удалось построить, недоволь говорить о спорте. Мы отремонтировали капитально центральный стадион. Мы построили спортивный комплекс по типу, как и на Амельково, но мы его построили в стадице. Молодежь Анапы задавала важные вопросы, касающиеся и настоящего, и будущего курорта. Например, по экологии, а именно охраны прибрежной полосы и акватории Черного моря. Бездумное строительство и нарушение экологического баланса в прибрежной полосе, вот это такие мягкие слова подбирать, оно обязательно, сегодня его не видно. Но если заглянуть в завтрашний день, я вам говорю, что я предполагаю самое худшее. Если этот беспредел сегодня не остановить, то завтра самого города-курорта просто не будет. В ходе беседы были также вопросы, касающиеся благоустройства, установки лавочек на набережной, разбивки новых газонов, создания зеленых тенистых улиц. Он не только понимает проблемы города Анапы, но уже сейчас он уже знает и видит, как их можно решить. Есть доброжелательное отношение к нашему городу, к Анапчанам. И понятно, что он сюда пришел не потому, что здесь быть просто главой, а именно пришел с тем, что что-то бы сделать. И отрадно то, что этот человек уже знает структуру муниципальной власти, он уже изучил те проблемы, которые сегодня есть. Другие кандидаты на должность главы города информацию о ходе проведения своих предвыборных встреч не предоставили. В Центре развития ребенка «Ручеек» прошло мероприятие, посвященное пожарной безопасности. Ребята демонстрировали свои знания, умения и навыки, которые они получали в течение всего года по теме безопасного обращения с огнем. Наша съемочная группа наблюдала за игрой. Работа по пожарной безопасности ведется в «Ручеке» давно и очень плодотворно. Детский сад – постоянный участник муниципальных и краевых мероприятий. В прошлом году стал победителем краевого конкурса «Служба спасения-01». В этом году применили новую интерактивную форму в виде игры под названием «Готовность-01». В ней приняли участие все дети старших и подготовительных групп. Знания, полученные именно в этом возрасте, они дают возможность справиться с любой бедой, с любой чрезвычайной ситуацией в течение всей жизни. Поэтому это мероприятие очень грамотное, очень хорошо организованное и заслуживает всяческих похвал. Сначала дети эвакуировались из здания. Потом каждой команде выдали маршрут-листы с точками тех мест, на которых они должны были выполнять различные задания и получать за это звездочки. Всего было пять этапов. Дети показывали свои знания по пожарной безопасности магистру пожарных наук. У врача медицинские знания. На спортивной площадке демонстрировали свою силу и ловкость. После того, как все задания были пройдены, детсадовцы собрались в музыкальном зале на церемонию награждения. Все команды получили по пять звездочек. И каждый из ребят был награжден медалью юного спасателя. В заключении мероприятия детишкам был показан спектакль «Как Мишутка решил стать пожарным». Я надеюсь, что наши дети никогда не попадут в трудную ситуацию и всегда будут защищены, имея знания, которые они у нас получили. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа-Регион. Сегодня в России, да и в Анапе, есть владельцы квартир, которые не могут оплачивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме без существенного ущерба для семейного бюджета. Постановлением правительства предусмотрены субсидии, которые предоставляются по месту постоянного проживания, если расходы на оплату этих услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, а в многодетных семьях 15%. Подробно о том, кому предоставляются субсидии и на какой срок, нас проинформировали в Управлении социальной защиты. Субсидия предоставляется пользователям помещений в государственных либо муниципальном жилищном фонде, членам жилищных и жилищно-строительных кооперативов, нанимателям жилого помещения по договору социального найма в частном жилищном фонде, собственникам жилых помещений, а также совместно проживающими с ними членами их семей. Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Граждане самостоятельно распоряжаются перечисленными на их счета денежными средствами, оплачивая при этом жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Более подробную информацию вы можете получить в Управлении социальной защиты населения по телефонам горячей линии или на сайте администрации города-курорта Анапа в рубрике «Объявления». Два дня подряд в городском театре «Аншлаг» там проходят фестивальные игры Центральной Краснодарской лиги КВН. В первый день игры выступили 11 команд из Москвы, Краснодара, Уфы, Саратва, Перми. Все шутили на отличные оценки, 5 баллов и выше. Самые удачные и веселые моменты вы сейчас увидите и узнаете, какие команды будут играть в сезоне Центральной лиги КВН. Поднять настроение, посмеяться приехала в Анапу молодежь из разных городов страны. Бессменный ведущий КВНщик с 20-летним стажем Михаил Гуриков дал старт. Об этой игре можно сказать, что плоских и проходных шуток было мало. Жюри представил нелегкий выбор оценивать команду в целом по одному конкурсу – приветствие, в котором игроки пытались максимально проявить себя. Итак, представьте, несанкционированный митинг курильщиков. Мы против! Мужики, а вон бежим! Тики-бель! Еще ни одной шутки не отпустили уфимцы, а зал аплодировал их выходу на сцену. Это одна из немногих команд, название которой отвечало костюмам и сценарию приветствия. Клуб литераторов, который отчитался о выпущенных за прошедший год книгах. Секретные чертежи водородной бомбы, издательство предательства, 101 блюдо из молока и селедки, отрывной календарь, карма, чакры, мантры, башкирская кулинария. Команда «Правила» из Перми удачно пошутила на больную тему отечественного автопрома, за приветствие получив 5,6 балла, разделив третье место с командой «Высокое напряжение» из Москвы. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Вот наша новая моделька «Лада, да ладно!» Да ладно, я сажусь тогда. Обижаете, Владимир Владимирович. Ну допустим. По итогам двух дней выяснится окончательное количество команд, которые примут участие уже непосредственно в сезоне Центральной Краснодарской лиги. В первый день высшую оценку 6 баллов получила одна команда Московского государственного университета управления «Фулл Хаус». Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. В сельских округах Анапы продолжается цикл «Дней здоровья» в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». Очередной День здоровья состоится в субботу, 16 марта, в здании школы номер 12, Станицы Анапской. Начало приема врачей с 10 часов. А далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В пятницу 15 марта в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 12-14 градусов выше нуля, ночью около 10 со знаком «плюс». Ветер южный 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 9 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.